привет друзья с вами виктория сегодня у нас рецепт блины с начинкой такие блины получаются очень вкусные блины у нас будут с бананом получаются такие роллы из блинов или также их можно назвать маки блины с бананом это очень вкусно также мы будем в них добавлять шоколадную глазурь блины у нас будут блины на молоке рецепт очень оригинальный оставайтесь со мной если я вас заинтересовал приготовление блинов на молоке нам понадобятся яйца растительное масло мука соль молоко сахар и экстракт ванили экстракт ванили это по желанию на количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео ингредиенты для приготовления блинов должны быть комнатной температуры молоко для блинов должно быть теплое поэтому я его ставлю в микроволновую печь на одну минуту в миску отправляют 3 яйца 3 столовые ложки сахара пол чайной ложечки соли одну столовую ложку экстракта ванили мы любим с ванилью и немного все перемешиваем так яйца с сахаром мы взбили и добавляем где-то половину молока я это делаю на глаз все молоко сразу не добавляйте так нам будет легче перемешивать ну вот так примерно и теперь просеиваем муку у меня 250 грамм молока у меня 550 миллилитров я добавила половину и оставшуюся половину будем добавлять позже и теперь все с помощью венчика хорошо тщательно перемешиваем до однородного состояния чтобы не было никаких комочков в небольшом количестве молока легче перемешать чем если бы мы сразу налили все молоко прямо если видите комочки то нужно хорошо их разбить венчиком чтобы не было никаких комочков и тесто у нас было гладенькое все я эти блинчики готовлю на масленицу всех поздравляю с наступающей масленицей блины на масленицу нужно готовить с хорошим настроением и тогда все у вас получится блинчики будут очень вкусные можно половину молока заменить кипятком и тогда у вас получится заварные блины они готовятся точно также можете посмотреть на моем канале есть рецепт заварные блины ссылку я вам оставлю в описании под видео ну вот я вижу что тесто уже хорошо перемешалось нет никаких комочков и добавляю оставшееся молоко и еще раз хорошо тщательно все перемешиваю вот видите как все легко перемешалось потому что заранее мы уже все хорошо перемешали и добавили оставшееся молоко вот так перемешивать намного легче это такой небольшой секрет возьмите себе на заметку попробуйте и добавляем в самом конце 40 миллилитров растительного масла это примерно 4 столовые ложки растительное масло можно заменить растопленным сливочным маслом наше тесто на блины готово сейчас я вам покажу консистенцию которая должна у вас получиться вот такая смотрите очень однородная гладкая посмотрите ни одного комочка и мы будем обжаривать наши блины промазываю сковороду маслом диаметр моей сковороды 22 сантиметра не забывайте что блины у нас будут с начинкой поэтому блинчики я делаю большего диаметра наша сковорода хорошо разогрелась уменьшаем огонь делаем огонь немного меньше среднего берем неполный половник теста и выливаем его на сковородку и вот так вот немного ее поворачиваем чтобы все тесто хорошо равномерно распределилась по всей сковороде и оставляем обжариваться когда вы видите что блинчик схватился его уже можно перевернуть переворачиваем его на другую сторону и продолжаем обжаривать добавляем растительное масло в начале потом уже смазывать растительным маслом сковородку больше не надо так как в тесто мы тоже добавляли растительное масло готовый блинчик перекладываем на блюдо смотрите какая красота я уже не дождусь когда мы их будем кушать и то же самое проделываем с оставшимся тестом теперь приготовим начинку сначала приготовим шоколадную глазурь 200 грамм черного шоколада мелко порубим нарубленный шоколад перекладываю в отдельную емкость отмеряем 100 миллилитров жирных сливок сливки нам нужно подогреть либо обычно в емкости на огне либо микроволновой печи хорошо подогретые сливки сливки должны быть горячими выливаем сверху на шоколад и все хорошо тщательно перемешиваем можно просто растопить шоколад я делаю вот так и можно вообще использовать нутеллу все готово блины шоколадная глазурь и бананы и теперь мы будем начинять наши блинчики блинчик разворачиваем его переворачиваем на другую сторону смазываем блинчик шоколадной глазурью кладем один банан и заворачиваем блинчику банан теперь немного чтобы подровнять отрезаем края и нарезаем блинчик вот на такие роллы примерно на сколько на 2 на 3 части я разрежу на три части 1 и 2 и вот у нас получаются вот такие роллы и продолжаем вот что у нас получилось друзья получились такие роллы из блинов или также их можно назвать маки посмотрите как красиво и получается очень вкусно рецепт очень оригинальный готовится все просто можно делать на то количество которое вам нужно еще хотела посоветовать один момент кушать такие роллы из блинов очень удобно вот такими китайскими палочками если хотите удивить ваших гостей то приготовьте такие роллы им очень понравится надеюсь этот рецепт вам понравился и вы приготовите такие блины и порадуете себя и своих близких всем желаю приятного аппетита и до новых встреч